Проблема АЧС уже давно вышла за рамки ветеринарной и приобрела экономический характер. АЧС – африканская чума свиней, также известная как африканская лихорадка, болезнь Монгомери, легко передающаяся вирусная болезнь свиней, не представляющая опасности для человека, но наносящая огромный экономический ущерб сельскому хозяйству. На территории Российской Федерации вспышки вируса начали регистрироваться с 2007 года и в последующие года. В Краснодарском крае Оренбургской области, Волгоградской, Ленинградской, Мурманской и многих других. Стоит отметить, в Свердловской области эпизиотия АЧС была зарегистрирована еще ранее, в 1978-1979 годах, в Тавдинском районе. На сегодняшний день опасное вирусное заболевание распространяется с угрожающей быстротой. По данным Россельхознадзора с 2007 года, по 2015 в России зафиксировано 706 вспышек этой болезни. Из них среди диких 335 случаев и 371 случай среди домашних свиней. Эпизотическая обстановка по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации остается напряженной. Несмотря на принимаемые меры, угроза дальнейшего распространения инфекции сохраняется. Но хочется сказать, что эта болезнь, в принципе, она никому не передается, кроме как между свиньями и дикими кабанами от болезней этих видов животных. Но она очень разорительно-экономически. Если где-то такая вспышка наблюдается, то уничтожается очень большое поголовье свиней и потом не разрешается даже в течение года этих свиней разводить на этой территории. По словам Нелли Башмаковой, ведущего ветеринарного врача Артемовской ветстанции, в текущем году были зарегистрированы вспышки. Среди домашних свиней и кабанов в основном на территориях Брянской, Калужской, Орловской, Московской, Белгородской и ряде других областей. Краткая характеристика болезни. Африканская чума свиней – острое вирусное заболевание с 95-100% смертностью домашних и диких свиней. Человек данным заболеванием не болеет. Эффективных лекарственных средств для профилактики и лечения этого заболевания тоже не разработано. Все свиньи уничтожаются. Основным источником распространения африканской чумы свиней являются больные и павшие свиньи. Животное заражается через предметы ухода, пищеварительный тракт с инфицированными кормами и водой, через дыхательные пути и поврежденную кожу. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние дикие животные, грызуны, накожные паразиты, некоторые виды клещей, вши и комары, бывшие в контакте с больными животными. Особую опасность предоставляют продукты убоя зараженных свиней. Мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и так далее. Инфицированные вирусом пищевые и боинские отходы, используемые для кормления свиней без тщательной проварки – основная причина заражения свиней африканской чумой. Ведущий ветеринарный врач Артемовской ветстанции также напомнила владельцам личных подворий, где содержатся свиньи, о мерах безопасности, соблюдение которых помогут предотвратить заражение животных и тем самым избежать экономических потерь. Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подворных хозяйствах. Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ведь службой вакцинации против рожи свиней и классической чумы свиней. Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного вывеления возможного заболевания животных. Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма из мест общественного питания не прошедших термическую обработку проварку при температуре не менее 70 градусов по Цельсию. Не использовать боевские отходы в рационе свиней. Исключить использование для кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения. Не приобретать свиней без согласования с государственной ветеринарной службой и при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов на этих свиней. А также обо всех случаях заболевания, подозрения на заболевание и падежа свиней незамедлительно сообщать в государственное ветеринарное учреждение администрации сельских поселений Артемовского района. Для того, чтобы владеть полной информацией о ситуации с АЧС на территории округа, Либошмакова обратилась к любителям поохотиться на диких кабанов, чтобы они, в свою очередь, не игнорировали и приносили небольшие фрагменты своих трофеев на исследование на АЧС в любое близлежащее ветеринарное учреждение Артемовского района.